итак друзья что происходит с долларом сейчас на мировых рынках он падает пока россии доллар стоит совершенно уже сумасшедших денег все понятно вывоз капитала трансграничные потоки торговый баланс но фундаментально 90 плюс за доллар не вписывается ни в какие разумные рамки при том что нефть бренд дороже 80 по-прежнему долларов стоит и да может доллар еще подорожать в россии все возможно но в это же самое время картина в других странах но за исключением только из больших стран турции где доллар собственно говоря девальвировал леру за последние два года но практически вдвое с лишним за несколько лет пять раз вот в остальном мире там где валюты имеются ввиду резервные валюты соотношение сил резко меняется не в пользу как раз доллара не в пользу американской валюты и можно говорить полностью сейчас о потере восходящего импульса долларом который был еще буквально несколько месяцев назад связи с переменами в оценке перспектив денежно-кредитной политики федрезерва то есть вот индекс доллар корзине из шести ведущих мировых валют где правда где-то порядка 67 процентов занимают европейские валюты в этой корзине вот этот индекс доллара буквально еще недавно был в районе отметки 114 и выше сейчас он опустился ниже уровня 100 впервые с апреля 22 года то есть на самом деле довольно такой знаковый уровень и может соскальзывать еще глубже поскольку как раз валюты которые ведущую роль играет в этом индексе они буквально прорезают все возможные линии сопротивления лезут вверх как нож сквозь масло спокойно частности единая европейская валюта курс евро к доллару он превысил уже отметку 1.12 да было и выше да еще принципе пару лет назад там евро торговался против доллара на уровне выше 1.20 но при этом совсем недавно буквально прошлой осенью когда был пик страхов связанных мировой рецессии курс евро был дешевле курса доллара почти 0.95 отметка там была достигнута сейчас картина обратная долго непроходимый уровень 1.10 пройден и вот на сегодня скажем пик был 1.12.44 пока что не факт что это последний пик британский фунт с учетом подъема ставки последнего банком англии сразу на пол процента это большой шаг на контрасте с тем что по фрс ожидают что будет пауза взята в цикле повышения ставок что в июле вот 27 числа ставку видимо повысит все-таки на четверть процента но возможно это будет последний раз в этом году или по крайней мере пауза будет значительная вот в этом здесь контексте дифференциал процентных ставок то есть разница доходности которую можно будет получить в случае дальнейших повышений ставок в британии европе и при отсутствии таких повышений в америке вот этот дифференциал выгоды возможные при держании средств долгосрочных гарантированных инструментах в облигациях он гонит вверх и британский фунт и евро фунт пробил отметку 1 30 находится на 100 с лишним пунктов выше на момент этой записи ну и что собственно говоря стало катализатором это движение катализатором стали три набора данных первые данные показали сравнительно низкий по сравнению опять же последними двумя годами на прирост рабочей силы в сша всего лишь чуть более 200 тысяч при том что средние цифры по оценкам там предполагались и 300 и более адп данные автоматической обработки данных показывали что возможно это будет более 450 тысяч рабочих мест создано меньше это по-прежнему прирост но прирост более слабый соответственно федеризер посмотрев на этот более слабый прирост может решить что он уже перестарался с закручиванием гаек по кредитам для бизнеса для домохозяйств соответственно что сложности на рынке труда может быть все таки уже начинаются а до этого они никак не отмечались чиновниками из федрезерва не всегда говорю что рынок труда супер сильный и если он останется такой же сильный трос зарплат дальше разгонит инфляцию и всячески они все это давили соответственно вот у них возникает повод прекратить давление первый был повод это данный вот non-farm payrolls а количество рабочих мест прошло еще пятницу а дальше нынешняя среда это цифры по индексу потребительских цен на мой взгляд на самом деле сюрприз не так уж велик но если судить по формальным опять же показателям то месяц назад был 4 процента инфляция официальной в америке год году а сейчас уже 3 но снижение за месяц это прямо очень значительное снижение причем здесь не только так называемый основной показатель снизился куда включают все цены на все возможные там товары и услуги но здесь важно что и ядро инфляции куда не входят цены на энергоносители там старые точки высокого дорогого бензина как бы они потихоньку вымываются из статистики соответственно база расчетная становится выше инфляция может как бы с этим падать при том что цена ценовое давление остается таким же сильным то есть цены не падают инфляция падает вот эта ситуация как бы она была и на самом деле есть но ядро инфляции тем не менее то есть инфляция за вычетом энергоносителей продуктов питания тоже снизилась сразу на пол процента а это базовый показатель для опять же для федорезерва то есть было 5,3 месяц назад сейчас 4,8 прогноза такого мощного снижения не было месячном исчислении правда все равно инфляция есть то есть это 0,2 процента на самом деле если брать вот по показателю именно месяц к месяцу но это меньше опять же меньше прирост цен чем в среднем за последние 6 месяцев когда инфляция постоянно прирастала в америке на 4 на 5 десятых процента соответственно уже становится не совсем корректно пока говорить что номинальное снижение инфляционных показателей происходило только вот из-за отказа от некоторых там старых слишком высоких точек ценовых на графиках там по бензину и так далее то есть чиновники фрс теперь при желании могут смело бить себя в грудь при желании опять же говоря о ранних признаках победы над инфляцией вряд ли на самом деле не будут это делать потому что если они так начнут это будет тут же некое смягчение кредитных условий банками если фрс настолько явно обозначит конец цикла поэтому здесь скорее расходятся рынки и та риторика которая может употреблять фрс там они могут говорить о том что все еще так сказать не факт что работа сделана что мы будем смотреть на входящие данные ну а рынок то видит эти входящие данные конечно они могут меняться месяц от месяца конечно к осени инфляция может разогнаться и сильнее все это возможно но по той ситуации как она выглядит вот сейчас логично что июльское повышение ставки оно будет как минимум последним но на ближайшие несколько месяцев и рынок именно это закладывается то есть 90 процентов считают что да там уже будет повышение ставки на эти четверть процента тем более что повысили канадцы до этого повысили австралийцы но фрс тоже это сделает буквально тут дни прошли после канадского повышения европа точно так же повысит на четверть процента но если европа может быть будет и дальше продолжать осенью то америка прекратит повышать ставки вот на собственно этой разнице подходов и строится сейчас вот эта спекулятивная очень быстрая игра на валютных рынках из-за которой доллар теряет вес но и в четверг вот индекс еще и цен производителей то есть там у ворот фабрик что называется то что замеряется он тоже показал что и с этой стороны формально ценового давления нет такого как оно было раньше то есть буквально в начале года это было 6 процентов год в году цены производителей в мае это уже было две целых три десятых только в июне один и один и сейчас только символическое одна десятая процента в годовом выражении рост индекса цен производителя официальная статистика во всяком случае бюро статистики сша то есть связи с вот этим собственно происходят такие мощные движения на самом деле рынок еще может спустя время задуматься о том а будет ли также активно повышать ставки ецб например потому что вообще-то в некоторых странах европы в южных тоже там вниз такой нырок инфляции например в испании было 3 2 год году стало 1 и 9 а прошел всего один месяц 1 и 9 то официально уже ниже вот двухпроцентного барьера которым мечтает так сказать ецб официально с точки зрения куда инфляция должна снизиться в греции например 2,7 инфляция однако в северных странах по-прежнему выше во франции выше 5 процентов в германии почти 6 половиной процентов вот этот вот инфляционный поток он сохраняется в некоторых регионах он еще выше поэтому это конечно дает шансы высокие на то что ецб все-таки придется проявлять агрессивную ястребиную позицию по-прежнему течение оставшейся части года так или иначе или во всяком случае больше шансов на агрессивную позицию по сравнению с фрс соответственно вот эта разница когда американцы прекращают поднимать ставки а остальные могут продолжать тут еще может включиться и ситуация с японией если японцы все-таки решат не только словами действовать намекали они оттуда на то что могут попытаться переоценить на какие-то свои критерии инфляции до этого они говорили что не требуется повышение ставок сейчас начинаются намеки в результате пара доллар иена которая еще недавно каратилась в отметку в 145 сейчас уже едва ли не к 135 подбирается 800 пунктов проделала только вот буквально за пару недель вниз на угрозах возможных мешать интервьюционных да на угрозах того что может политика поменяться и в японии в реальности она пока не меняется и поэтому здесь вот наиболее непредсказуемая пара это конечно доллар иена из числа долларовых валютных пар основных и наиболее предсказуемо выглядит продолжение в той или иной форме аптренда в паре евро доллар и в паре фунт доллар при всем при том валютные рынки реагируют гораздо более бурно и очевидно чем фондовые об этом стоит сказать да индекс s&p 500 превысил отметку в 4 500 наконец-то этот барьер удалось преодолеть ну собственно я вам говорю еще порядка месяца назад что теперь это вопрос времени что могут подрастать но опять же происходит это по-прежнему за счет узкой группы компаний это не конечно не 5 7 компаний это порядка 30 40 компаний из 500 но тем не менее да то есть к ним присоединяются к компаниям роста некоторые периодически но большая часть компаний находится в тренде или стагнирующим такой никуда или даже чуть снижающимся или незначительно отскакивающим в рамках нисходящих тенденций поэтому здесь конечно принципиальный момент для динамики фондовых рынков имеет сезон отчетности и сезон отчетности он только-только начинается за второй квартал вот пятницу собственно говоря уже должны были отчитаться вот скоро появится эта информация крупнейшие американские банки джи пи морган city group black rock уэлс фарго их отчеты я думаю на следующей неделе с вами обсудим если не появится более животрепещущих тем потому что в принципе постепенно к отчетности будут уже кроме банковского сектора присоединяться и другие пока что из красиво читавшихся пепси можно отметить вот она как бы идет вверх есть корпоративные новости весьма неплохие по тем же самым авиакомпаниям дельта сообщила о том что у нее как бы тоже хорошие показатели но здесь и раньше мы уже говорили о том что авиакомпании набирают сильно уже обороты летний сезон отпусков поездок и что в целом здесь не будет проблем ни с показателями по сборам ни с показателями по прибылим по дельте они вообще максимальные за всю историю ну надо сказать что максимальные за всю историю это да но вообще-то буквально процентов на 15 всего лишь доходы той же дельты выше до ковидного уровня то есть да выше чем были до вот этого коллапса пандемии но если учесть что уже три года по сути прошло с тех показателей и даже больше там от пиковых то в общем то 15 процентов прибавка это ну 5 процентов грубо говоря инфляции за год то есть по сути это чисто инфляционные прибавки но так или иначе то есть те компании которые справились в условиях инфляции с наращиванием по крайней мере в денежном выражении своих денег потоков то есть и выручки и прибыли вот они пользуются спросом будут смотреть пристально на отчетность остальных схлопывается не схлопывается показатели прибыли если прогнозы компании лучшие или по-прежнему осторожные на остаток года соответственно динамика фондовых рынков на мой взгляд будет дальше уже определяться не вот этой вот истории сейчас про ставки процентные центральных банков а рынке будут оценивать более глубокие риски реальные они или нет или может пока тоже отложены риски того что высокие процентные ставки в сочетании с недостатком на самом деле доходов у покупателей что они могут все-таки создавать трудности более или менее серьезные трудности для бизнесов по наращиванию реализации товаров услуг что это может сокращать прибыль большого числа эмитентов так это или не так будет мы увидим покажет сезон отчетности а 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